Итак, рассказываю вам все подробности, нюансы выращивания хлорелы в домашних условиях. Естественной природной хлорелы. Вот хлорелла, которую я уже показывал. Я вырастил ее из этого засохшего пенечка уже. Я вам показывал этот пенечек, нашел его. И с первой попытки нарастил этот объем. Хочу рассказать вам все подробности этого процесса. Значит, в связи с тем, это первоначально, где этот пенечек был, это та водичка, в которой он был, и потом я ее перелил в следующую, в эту емкость. Значит, что происходит? Происходит такая картина. В связи с тем, что хлорелла выращивается таким образом, что я ее практически не перемешиваю. То есть она должна постоянно, в биореакторе она постоянно смешивается, перемешивается, и не допускается ее осаждение. Здесь же я ее не трогаю. И естественно, что возникают такие небольшие отложения внизу. Но что мы при этом еще получаем? Получаем то, что мы, как бы, переливая, оставляя осадок и переливая в следующую емкость, мы, как бы, делаем селекцию и забираем именно планктонную водоросу, та, которая не слепается долго. Именно она и ценна во всех отношениях для нашего использования. Потому что именно эта хлорелла, которая не выпадает в осадок, она в дальнейшем даст возможность наращивать высокий объем, плотность, ой, высокую плотность в объеме. То есть раствор будет набирать плотность, темнеть, ну и станет продуктивным. Вот это как происходит, если первоначально ничего не трогать, как хлорелла выпадает в осадок, получается внизу осадок. Если я взболтаю его, водичка станет зеленой, как бы все нормально. Но нас эта хлорелла не интересует. Нам нужно вот именно забирать ту хлореллу, которая способна расти без перемешивания. Вот в чем особенность. Еще одно преимущество, скажем, над промышленным способом. Если мы достигаем таким образом, не перемешивая, и достигаем высокой плотности, ну это очень круто. И мы этого достигнем. Есть еще одна особенность интересная. которая будет интересна для тех, кто выращивает рыбок, аквариум и держит. Вот я думаю, внизу будет видно. Весь песок хлореллы, который у меня перезимовало, это ее емкость, покрылся, пророс зеленью, то есть водорослями. Это тоже, как бы, особые клетки. Они внизу образуют такой небольшой осадок. Но если его слить, то это верхушку мы даже если сольем, и зальем сюда новую водичку, мы как бы очистим этот раствор. И он всегда будет способен прорасти заново в новый объем. Ну, добавляя питание. Таким образом, у нас как бы есть маточная культура. Продолжение следует...